Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от Ажизни, и это продолжение нашей карьеры за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить, потому что на моем канале вышел очередной выпуск про вдеих пенальти, поэтому перейдите, обязательно посмотрите по ссылочке в описании, напишите комментарий, поставьте лайк, давайте проявлять активность на моем канале. Ну и обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, потому что большой процент просмотров на моем канале, и людей смотрят без подписки, поэтому не надо так. Так, посмотрели, вам понравилось, продолжайте себе дальше смотреть, уже подпишитесь, и тогда и ролики у вас будут сразу отображаться в подписках, и мне будет приятно. Также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео. Подпишитесь, давайте добьем 30 подписчиков, мне будет очень приятно, но мы продолжаем. Сегодня у нас концовка, я уже не знаю, какого там, 9-го, может, сезона, мы год только играем в Баварии, даже года еще нет, но сезон заканчивается, наш первый в Баварии, и, скорее всего, последний. Но не везет мне что-то с Баварией, не в FIFA 20 карьеры за игрока, мы именно в Баварии закончили, потому что меня просто выбесило это. И здесь тоже, поэтому мы уйдем, скорее всего, и, скорее всего, я уже даже знаю, куда. У нас, естественно, осталось мало вариантов, это либо АПЛ, либо Ла Лига, из топовых, чтобы мы поиграли во всех с вами топ-5 лигах, и все. Дальше у нас будет, либо мы уедем на заработки в Турцию, там, в США, я не знаю, есть ли здесь США, кстати, может быть, и нет, в Турцию, в Китай, там, либо вернемся вообще в Россию, на родину, в Химках доигрывать, посмотрим. Ну что ж, сейчас у нас домашняя игра, играем против Герты, Герт идет ниже 10-й строчки. Кстати, сколько у нас сейчас там отставания вообще до первого места? О, 11 очков, типа, мне кажется, это все мы не победим. Так, вот такой вот у нас состав, такой вот состав у Герты, посмотрим, что из этого выйдет. Бавария против Герты, поехали. Итак, Бавария против Герты, наш первый матч на сегодняшний выпуск, поехали. Ну что ж, заканчивается у нас матч, нулевая ничья, скучнейший матч, вообще никаких моментов, у нас даже какой-то удар по воротам взялся, Субботич стал лучшим игроком Герты в этом матче. Мы опускаемся уже на 5-е место, у нас 13 очков отставания, мы вообще даже без медали можем оказаться, а нам надо всего лишь 3 очка отставания до 3-го места, и всего лишь 5 до 2-го. Итак, сейчас у нас выездная игра против Штутгарта, они идут на 9-м месте, интересный, конечно, соперник, на выезде у нас неплохо получается играть, вот таким составом мы выходим, вот таким выходит Штутгарт. Ну что ж, поехали. Итак, Мерседес-Бенц-Арена, Штутгарт против Баварии. Именно в этой команде, если я не ошибаюсь, да, мы именно в Штутгарте начинали, кстати, нашу карьеру за игрока в FIFA 20, поэтому, не знаю, посмотрим, как у нас сейчас сложится матч, сразу же наша потеря. И все-таки забиваем, вот так вот на отскоке, еле-еле, и Мюллер забил, молодец. И все, заканчивается матч, минимальная победа, благодаря голу Томаса Мюллера мы побеждаем. Мюллер стал игроком матча, 7-5 у него оценка. Мы все так же остаемся, кстати, сейчас на пятом месте, правда, Вердер поднимается на вторую строчку, ну и теперь три очка у нас отставания просто до второго места, мне кажется. Это реально за последний матч сделать. Итак, сейчас у нас игра против Аугсбурга, они идут на восьмом месте, практически как Штутгарт, но играем мы, правда, теперь дома. Вот таким составом мы выходим, вот таким выходит Аугсбург. Поехали. Итак, Альянс Арена, Бавария против Аугсбурга, поехали. И вот шикарный гол, 58-я минута, мы забиваем Аугсбургу, потихонечку так мяч подхватили и хлестенько пробили в дальний нижний угол. Все, финальный свисток, наша вторая уже победа подряд, благодаря моему голу, теперь, правда, мы побеждаем. Минимальная снова победа. Я игрок матча. Мы все так же на пятом месте, у нас уже даже два очка отставания до второго места, но мы все так же держимся на пятом месте. Забил 20-й гол в сезоне, 180-й гол в карьере. Ну что же, снова у нас выездная игра, играем против Айнтрахта на выезде, их даже нет в топ-10 сейчас, вообще замечательно. Вот такой вот у них состав, такой вот состав у нас. Они в форме Мадридского Реала, поехали. Итак, Коммерсбанк Арена. Айнтрахт принимает Баварию, поехали. И мы забиваем на 90-й уже третьей минуте, он там буквально в 9 секунд лишних уложили. Забиваем на последней минуте Айнтрахту, вырываем победу. Здесь в очень хорошем, прям контратаку такую побежали. Сане отдает на Тьяго, или это не Тьяго? Вроде Тьяго. Вот, и здесь аккуратненько в ближний угол, защитник как-то нас не сдержал. И мы забиваем, отлично. Все, сейчас будет сразу же финальный свисток. Третья победа у нас подряд, минимальная. Вторая подряд победа, где я забиваю единственный гол в матче. На выезде давно мы не побеждали, кстати. Вот, 7-5 у меня оценка. Ну, кстати, последняя, да, победа же тоже была на выезде. И сейчас мы на четвертое место поднимаемся. У нас одно очко до Ливеркузинского Байера. Так что вот такие вот интересные у нас дела. Забивают 21 гол в сезоне, 181 гол в карьере. Потеряны все шансы на победу в лиге. Нам только сейчас это написали, но это и так было понятно. Сколько у нас тут? Две игры, кстати, остается. Две игры, но это 6 очков. Ну да, получается уже точно. Там надо 9 нам. Но нам главное вторую строчку, мне кажется, занять. Сейчас будем играть, кстати, против Вердера, который идет на 5-м месте. То есть наш преследователь. И против Оффенхайма, они идут ниже 10-й строчки. Итак, Бавария против Вердера. Вот таким стал мы. Вот таким выходит команда соперников. Мы заряжены. Поехали. Итак, Альянс Арена. Бавария против Вердера. Это вроде наша последняя домашняя игра в этом сезоне. Поэтому надо попрощаться с болельщиками. Тем более я уже, наверное, там во всех СМИ официально говорю, что ухожу из Баварии. Для меня это официально. Меньше всего я только за Химки отыграл, получается. И за... Ну вот да, только вот за Химки. Потому что один сезон я отыграл в Зените. И вот сейчас один сезон отыграю в Баварии. Все. На этом. Ребята, я решил поменять вид камеры. Потому что мне не очень удобно уже все. В карьере за вратаря мы будем уже тогда с вами вот играть. На той камере персонального игрока. Ну а здесь давайте уж на этой будем играть. Потому что ну как-то мне не очень. И замечательно мы забиваем. Дотолкали, дотолкали 22-го номера в Вердере. И забиваем 72-ая минута. Забиваем мы уже в третьем матче подряд. Ребята, молодцы. Ну и то, что камеру поменяли, наверное, тоже. Что-то где-то и превознесло нам это изменение. Поэтому будем здесь, наверное, играть только на вот этой вот вертикальной камере. И все, финальный сысток. Последняя наша домашняя игра на Альянс-арене за Баварию. Вряд ли уже сюда когда-то вернусь. Поэтому болельщикам желаю только удачи. Спасибо за то, что поддерживали. Забил в своей последней игре дома. Мы, кстати, на вторую строчку поднимаемся. Теперь нам нельзя ее опускать. Отпускать. Будем играть мы вроде против Хофенхайма. Сейчас последнюю игру. 22-й гол у меня в сезоне. 182-й гол в карьере. Ну что же, последний матч в составе Баварии. Даже, ну там это уже ворк. Ну, топ-11 игроков мира, конечно, мы не будем в этом матче принимать участие. Вот, играем. Сейчас последний матч. Боремся, так сказать, за вторую строчку. Нам лишь бы, мне кажется, не проиграть в этом матче. Надеюсь, что-нибудь у нас из этого получится. Вот таким местом мы выходим. Таким выходит Хофенхайн. Ну что же, последняя игра за Баварию. Поехали. Итак, про резерву арена. Запомним мы всю эту игру. Последняя наша игра именно против Хофенхайма в составе Баварии. Да и вообще, наверное, в Бундеслиге. Интересно, конечно, у нас сложился год. Впервые за столько. За такое долгое время мы сыграли в Лиге Европы. Правда, провалились там. И отлично. Забиваем еще и в последней своей игре за Баварию. 20-я минута. Очень быстрый, конечно, гол сейчас получился у нас. Молодцы, ребята. Давно мы в первом тайме не забивали. А здесь прям очень так хорошо. И вот здесь в стеночку, можно сказать, так отыгрались. И в ближний угол. Супер. И все. Финальный свисток. Мы одерживаем последнюю победу. Забиваем в последней игре сезона. В последней игре вообще за Баварию. В конце, что мы прям так раскрылись. 4 или сколько мы там матчей подряд забивали сейчас. Минимальные все так же у нас победы. И второе место. Но здесь, смотрите, 9 очков отставания до Айнтрахта. У нас было очень много ничьих. Почти рекорд. Айнтрахт, Франкфурт. Вон и у Герта 11 только ничьих. А у нас 10. Было очень много. Вот она и потеря очков. Мне кажется, все, что еще можно здесь сказать. Но второе место. Серебро мы вроде получали с... Это сейчас не вспомню с кем. Мы чемпионами России вроде ни разу не становились. Вот. И у нас постоянно мы вот с локомотивом, с зенитом постоянно брали серебро. С локомотивом 2 сезона, единственное, со чемпионом мы перешли в зенит. И вот так вот получилось. 23-й гол в сезоне, 183-й гол в карьере. Мы отыграли 380 уже матчей. Нереальный результат. 6-8. У меня средняя оценка за сезон и средняя оценка в карьере. Но неплохо. А в сборную сезона мы, кстати, попали. Мы единственные игроки из Баварии. Замечательно. Спасибо вам на этом. И за это... Так, ну сейчас объявление стал национальных сборных. Там за сборную России товарищеский матч. Мы, естественно, их отыгрывать не будем. Ну что же, сейчас у нас статистика. За сборную России 39 плюс 5. Запомнили эту цифру. Ну и теперь симулируем. Победили Аргентину. И забили дубль. Вообще все замечательно. Теперь у нас играющие против Бразилии. Это вообще интересно. Так, теперь там 41 плюс 5. Ну а здесь мы разгромно проиграли Бразилии. Ну вот, 80 уже матчей отыграли за сборную России. 41 гол. 5 голевых передач. Так, нас вызвали на мировое противостояние. Вот это мы, естественно, туда не поедем. У меня отличное отношение с руководством. Ну это действительно отличное отношение. Это отличное отношение. Но просто мне не устраивает моя личная позиция в клубе. Результаты клуба меня не устраивают. Поэтому я ухожу из Баварии. Итак, у нас мировое противостояние. Мы его, естественно, скипаем. Мы победили 1-0. Но я так понимаю, не я забил. Хотя мне вообще здесь даже не засчитало вроде как за Баварию. Но не суть. Итак, все. У нас дальше идет плашка. Перейти в следующий сезон. Давайте подведем быстренько итоги. 46 матчей. 6,8 средняя оценка. 23 гола. 4 бельевые передачи. Сам в среднем понимаю, что это плохой сезон, конечно. Появилась звездочка. Не знаю, в этом сезоне или нет. Дриблерство вон, вдохновение. Вот такие вот статы. Кому интересно, конечно. А вот здесь, кстати, уже на спад, мне говорят, скоро рейтинг пойдет. Но поэтому и надо валить. Что еще? Давайте посмотрим база данных. Лига чемпионов. Обладателем стал PSG. Кстати, из которого мы благополучно ушли. В прошлом, да, кстати, сезоне. Вот такие дела. Манчестер Сити в финале, кстати, был. Так, все. Лигу Европы кто выиграл? Манчестер Юнайтед, кстати. Поздравляем их с победой. По рейтингу голов. Бррррррр. Почему-то здесь даже меня нету. Я же вроде забивал. Или нет? Ну, не суть. А суперкубок УФА выиграл Реал, обыграл Леон 4-2. Ребята, молодцы. Поехали, теперь смотрим все турниры. Сити выиграл чемпионат Англии. PSG стал чемпионом Франции. Интер стал чемпионом Италии. Ну, это так, кому интересно, может, Аяк стал чемпионом Голландии. Порто стал чемпионом Португалии. ЦСКА стал чемпионом России. Локомотив занял, кстати, выше. Зенит 15 место. Это что такое там? Вы посмотрите, реально Зенит занял 15 место. Химки мои и то 6 место заняли. Вообще, что происходит? Мне, наверное, надо в Зенит возвращаться, чтобы им былую славу вернуть. Барселона стала чемпионом Испании. Ну, и вот она, наша любимая Бундеслига. Мы заняли второе место. Чемпионом стал Айнтрах Франкфурт. Давайте посмотрим по голам. Меня, кстати, обогнал Улоу. Я не лучший бомбардир. За последнее время это вообще очень странно. Ну, в концовке действительно смазал. Последний матч начал хорошо так забивать. Но все равно один гол нам не хватило. И игрок из Лейпцига Улоу занял первое место в рейтинге голов. Лучшим ассистентом стал Белоусов. Белоусов из Штутгарта. Я тут есть вообще? Рахич. А я даже походу... А, ну у меня всего 4 голевые за сезон. Так, в Кубке Германии выиграл, кстати, Айнтрахт. 4-0 обыграл Айнтрахт. Ну, они и чемпионаты, и кубок выиграли. Лучшим бомбардиром стал Лукман. У меня 3 гола. Я на втором месте. Лучшим ассистентом стал Сэндри Роберт из Айнтрахта. Я, кстати, на 4-м месте. У меня одна голевая в Кубке. Ну, а в Суперкубок мы, кстати, и проиграли этому Айнтрахту. Поэтому все, мне кажется, закономерно. Почему мы снова им проиграли там. Ну, и, кстати, и чемпионат Европы у нас. Россия, Англия, Австрия и Дания. Интересная, конечно, группа. Это уже, да, сейчас же будет чемпионат Европы этот. Ну, получается, да, 28-й год. Хотя сейчас чемпионат мира вроде должен быть. Но я что-то сбился. Ладно, посмотрим. Раз появился чемпионат Европы, значит, будет чемпионат Европы у нас. Все, переводим время в следующий сезон. Как вы поняли, я не стал лучшим бомбардиром. Поэтому золотую бутсу Бундеслиги я не получаю. Вот такая вот у меня статистика за сезон. И что я могу? Здесь сравнить максимум могу это с Зенитом. 45 матчей, 13 голов, 14 голевых передач. Естественно, я забил там побольше. Но 4 голевые передачи – это самый худший результат. Это практически как за полтора года в Локомотиве. Вот. Ну, то есть, ноль я еще не отдал. Даже в Химках смог за полгода одну отдать. Так что вот такие вот результаты у меня. Конечно, плачевные. Но в любом случае интересные. И все. Один год я максимум отыграл в Баварии. И буду уходить отсюда в сборную. Вот 80, 41, плюс 5. Так, Хорев перейдет в другой клуб. Серьезно? Нет, никакие предложения я даже не получал. Поэтому я сам сейчас буду отправлять предложения. Желаемый номер, да, здесь. Все, тогда в следующем выпуске мы и начнем с вами. Вот. Проведем чемпионат Европы. Будет интересно это посмотреть. И также переход в новую команду. В какую, естественно, я вам пока что не скажу. Но это, естественно, АПЛ, либо Ла Лига. Это 100%. Так что все. Ребят, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok